Мой помощник, как всегда, рядом. Вот нужны тебе эти салфетки. Ну вот нужны они тебе, Балам. Ну хорошо, бери. А у нас с утра уборка. Нужно сейчас под диваном всё протереть. Я всегда это всё делаю влажными салфетками. Очень удобно. Протёр и выбросил сразу. Не надо вот это мучиться с тряпками. Тёмыч, красавчик. Мамин помощник, чтобы маме скучно не было, да, Тёмочка? Ой, что там? Всё, переключился на что-то более интересное. Такой он интересный. По вашим многочисленным рекомендациям, я сегодня решила пожарить сырники. Вместо муки добавила манку. Сейчас вот будем с этой красивой девочкой. Я себе сделала кове. Будем кушать. Но на вид такие неплощие, даже аппетитные. Ну, откуда я без своего помощника? Сладусика-лопатусика. Ну, зачем ты в лёд суёшь? Не переживайте, крышка не откроется и в рот ему не попадёт. Эту крышку тяжело и рукой-то открыть. Приехал муж, забрал заказ с Валберес. И что же я заказала, сейчас вам покажу. Девочки, обратите внимание на продукцию бренда «Когда я вырасту». Очень качественно, с хорошими составами. Это не реклама, я покупала за свои деньги. Хорошие, качественные товары. Тёмочка пьёт чай. Есть печенье этой фирмы. Вот покупаю пюрески. Вот в таких упаковках очень удобно. Сейчас уже тёплое время года наступает, которое мы очень долго ждали. Брать с собой такой вот, чтобы он ел, классно. Ну, куда ты, Тёма? Давай отсюда, зайчик. Так, заказала макарон на Гранд Пасо. Нам очень нравится такая вот форма. Была мне хорошая скидка. Взяла две пачки. Привод одну иную маме с дедушкой отдам. А одну оставим нам. Так, и заказала, уже не в первый раз беру, уже года два, наверное, беру, биразлагаемый гель для стирки цветного белья. Очень хороший, мне нравится. И со скидкой такой вот гель пятилитровый можно словить за 475 рублей. Я кидаю в корзину. И когда хорошая на него цена, 475, 500, я всегда беру. Потому что гели лишними не будут. Стираем мы иногда в день два раза, но один раз стабильно. Поэтому у нас много уходит. У каждого ребёнка с аутизмом есть такой продукт, который они не едят ни в каком виде. У Камилочки этот продукт. Банан. Она его не ест. И ничего связанное с бананом она тоже не ест. Банан она ела 3 года тому назад, когда мы ездили в Тамаре, она была голодная. Голод мне тётка съела и даже два. И вот смотрите, она ни в какую его не признаёт. Будешь? И ни в каком виде. Я нарезала три вида фруктов. Яблоко, банан и киви. Смотрите, она никогда не возьмёт банан. Что ты будешь? Киви, банан или яблоко? Она ведь знает яблоко, она его любит. Киви не очень. Поэтому в первую очередь она будет съедать яблоко. Убрала я с тарелки все кусочки яблока. Остались кусочки киви и банана. Ай, кусочек яблока забыла. Я его припрятала, но она его нашла. Уже присматривает, что же себе взять. И нет знакомого яблочка. Бери киви или банан. Банан она не возьмёт. Напишите, пожалуйста, в комментариях, что ваши детки с аутизмом не едят. У нас в Хайтарминском доме свадьба крымско-татарская. Как я горжусь своим народом, как я люблю народу музыку, прямо все. А у меня это, с мурашки по коже. Дай Аллах нашему народу долгих и счастливых лет жизни на своей земле. Классно, так хочу на свадьбу. Хоть собирайся и печи к ним. Нельзя открывать. Я уже с нижних полочек все повытаскивала, а он бесится, что там ничего нет. Потому что она тут все выбрасывает. Все, все убежало от тебя, потому что ты выбрасываешь. Не выдержали тебя. А я, как всегда, а теперь он плачет. Обидно ему, что оттуда все я убрала. У меня было время релакса. 20 минут отдыхала, лежала, слушала музыку. Это такой кайф. Сразу классная перезагрузка. А сделаю себе вот такую вот масочку от компании Фаберлик, девочки, внизу оставлю ссылочку для регистрации. Регистрируйтесь и покупайте для себя со скидкой продукцию очень качественную и поддержите как раз российского производителя. Это маска для лица с маслом конопли. Девочки, обалденная маска, тканевая маска. Знаете, тканевая маска очень многие грешат тем, что очень тоненькая ткань и вот не знаешь, с какой стороны подойти, чтобы ее не порвать. Здесь такая плотненькая ткань. Боже, какой релакс, прям расслабила. Увлажнила мою кожу, прям нора. Классная артикул, если что, 0,045. Здесь еще, кстати, очень много сыворотки осталось. Положу в холодильник и буду пользоваться. Вот сижу и думаю, что мне делать? Прораться. Проржать. Или проплакать. Я понимаю, что нужно время, чтобы это все переварить, но меня же просто-просто-просто трусит. Не хотела вам рассказывать, думала, ну, как бы, все образумится, все будет хорошо, но чем дальше влезть, тем больше дров, как говорится. В общем, муж мой занимается проектами и он работал с человеком. В общем, тот человек не может открыть проектную контору без мужа моего документов. Вот. И они открыли еще проектную компанию, он делал там свои дела, он лишь и делал свои дела. Вот. И после Нового года, в январе месяце, поступила такая информация, что в ближайшие много-много месяцев, так как тот человек именно занимался поиском проекта, проект не предвидится. И смысла держать фирму, платить налоги, платить аренду, платить работникам нет. И было принято решение закрываться. Кстати, 7 лет труда, 7 лет работы. Просто вот буквально за неделю-две это все закрылось. Ну, естественно, всех уволили. Муж остался без одной работы. Второе тоже в январе в начале тоже с одной проектной компанией он сотрудничал. И у тебя тоже как бы нет проектов, ничего не предвидится. Чтобы вы понимали, у моего мужа по его специфике работы нет конкурентов. Вот. Ну, тоже, естественно, не смысл держать фирму. нет смысла что-либо делать, закрываться, и все. Потерял вторую работу. Вчера. Ну, вот, третья работа, как бы, да, это работа с отцом, она не потерянная. Она повинен некоторых недобросовестных работников. Вот предприятие у человека, да, частной собственности, он его уже пару лет не может переоформить. Он построил заправку два или два с половиной года тому назад метанового. Он не может туда запустить газ. Потому что то одни нужны документы, то нужны документы, которых вообще в априори не существует, то принесите, то принесите это, а вы вот здесь запятую, ну, я так уже, да, образно говорю, а вы вот здесь запятую не там поставили, там еще месяц смотрим, потом, о, а вы здесь точку не красного цвета поставили, а черного, надо красного. Вот я так утрирую, да, еще месяц проверяют, так уже пару лет. И, естественно, предприятие сейчас, да, на данном этапе работать не может. Не от того, что не хотят, не от того, что нет работы, а от того, что просто не дают работать. Ну, например, вот Леша говорит, нам нужно на заправку провести свет. Для генерального директора предприятия запись начальника Кромэнерго, я не знаю, когда, но, по-моему, еще в феврале записывались, на 28 марта, вы представляете? А потом пока туда, потом соберите документы, потом месяц они подумают, они месяц думают, а то и больше. Это все тянется время. И что вы думаете? Синвая месяца и третья работа, ну, здесь его уже не уволили, отправили неоплачиваемый отпуск. и я просто в шоковом состоянии. Вот смотрите, огромное предприятие, которое могло бы приносить доход городу, приносить работу людям и доход. Вот просто, знаете, как издевается. Вот эта вот бюрократия, она уже меня достала, я не хочу ни вичинничать. сейчас мне надо взять себя в руки, писать нашему главе республики на этих наших, которые вот так вот, я считаю, это издевательство, потому что у нас уже такое было с пуском газа, мы так вот с крымгассетей, которые нам морочили просто в мозг, пока я не начала везде писать жалобы. Вот жалобы, да, они там за месяц решили данный вопрос и дали пуск газа на заправку. И вот сейчас, представляете, оставить людей в такое время, когда наоборот надо бизнесменам попы целовать, чтобы они работали, помогать им, развивать, упрощать им, да, нет, а мы топим бизнес, блин, ну, круто. Планировала завтра здесь все убрать, пыль протереть, но буду сегодня, так как, мне нужно немножечко отвлечься от этих вот мыслей с работой, с мыслями того, что происходит, да, и буду сейчас убираться, надо мне почистить все контейнеры, кстати, очень удобно вот эти вот контейнеры прозрачнее, чем вот эти вот, здесь надо мне каждую открывать и смотреть, что там, а здесь все видно, где и что, камеечка, камеечка, ты че-то недовольна была, ты такая красивая, а тебе говорят, какие у Камилы глаза красивые, какие у Камилы волосы шикарные, у Камилы прям принчесса, вчера, вчера, Камила взяла тёмочья, синий трактор, он подошёл и кричит, а, а, и отбирает, а она ему сразу отдала, молодец, умничка, не выливай, в ротик, нет, а, такой чумазый, но зато сам ест, тебя потом отмывать будем долго тёмать, и знаете, что вы хотели, вкусно опираюсь, котён, не выливай, в ротик всё выливай, давай, молодец, в ротик всё, пошли за одним, в еда, вода, а идём совсем с другим, такими баулами, я, кстати, всегда беру с собой шоппер, а Даша всегда покупает пакеты, Даша, ты не экономная, а ты их потом под мусорную, под мусорку используешь, а, а я вот такая вот, шоппером, берегу экологию, слушай, погода вообще классная, да, это хорошо, это хорошо, красота, ухажай из купанца, молодец, вот он любитель всяких разных головоломок, интересно, девочки, если у ваших мальчишек нету такой вот металлической головоломки, рекомендую вам приобрести, очень классно, мы Кирилла покупали в прошлом году, вот он любит сидеть, собирать, вот он весь в папу, характером, наверное будет как и папа, инженер-проектировщик, он любит всяких вот такого вот, говорится, что получается? Нет, так старайся, ты же помнишь, получал в прошлом году, потом ты долго не собирал? Серьезно, мальчик, мало все это погладили, это еще надо все перебрать, еще потом все сложить по местам, я уже начала часть зимних вещей, тоже перестирала, погладила, надо теперь их убирать, такая вот у нас не скучная жизнь многодетной семьи.